So, what is happiness for you? Интересует, как начинающих грибоводов, для вас я сразу сделаю такую поправочку, что для начинающих грибоводов начинайте с производства мицелия, но крайне не оправданно, вам нужно начать из того, что нужно начать из выращивания грибов, со временем у вас появится понимание, что нужно этим организмам, или как это назвать, ну, а вот для тех, кто занимается выращиванием грибов и пока к этому времени не имеет своих собственных лабораторий, И эта публикация будет довольно-таки интересна в плане дальнейшего развития, главное, снижение себестоимости производимых грибов. И вот сейчас мы начинаем с того момента, что будем озвучивать не то, что какие-то особые изобретения, или какие-то особые материалы, мы будем готовить агаровые среды. Дальнейшее повествование пойдет о приготовлении универсальной питательной среды для, как бы это назвать, она, эта среда будет касаться, ну, что вообще, чем, ну, нужно было бы сделать одну такую поправочку, чем вообще, от практической деятельности, давайте перейдем немножечко к теоретическому вопросу, чем вообще является питательная среда. Питательная среда – это фактор, который является, фактор или условие, которое является транспортным средством того мицелия, или не мицелия, а скорее так очень обобщенное понятие мицелии, скорее всего, это является понятием клетки грибов, которые мы в дальнейшем собираемся производить и выращивать, ну, и реализовывать. Питательная среда является транспортным средством от того момента, когда у нас есть культура, и к тому моменту, который в результате правильных манипуляций, правильных движений приведет к тому, что у нас появятся рабочие мицелии, которые мы сможем засевать уже на блоке. Значит, однозначно вопрос очень сложный относительно производства грибов, относительно приготовления гаровых сред и всего остального. Материал, ну, как себе хотите, Fanimation School – это школа обучения выращивания грибов, но и если, ну, материал, ну, никаким образом не может быть никаким птичевым, он просто, это определенный вид деятельности, который определяет определенные способы деяний. Итак, дорогие мои друзья, начнем с того, давайте начнем все-таки с теоретического вопроса для тех, кто понимает, о чем идет речь. Начнем вообще с теоретического вопроса, чем же вообще является агаровая среда как таковая. Начнем с того момента, чем же вообще является агар. Множество количества грибоводов, они где-то пробуют стартануть в понимании выращивания грибов и так дальше, они пробуют стартануть с момента выращивания мицелия. Это довольно-таки понятная такая вот мотивация у людей, понимая высокую целесообразность в финансовом плане такого вида деятельности, они собираются вот стартануть с того, что начать выращивать мицелий. Я во время публикации буду что-то передвигать, чтобы в экране что-то двигалось, мы обычно привыкли к тому моменту, что что-то у нас должно меняться, какие-то яркие картинки, вот у меня сейчас руки двигаются. Здесь это очень проблематичная и рутинная работа и вид деятельности, который сопряжен с очень большим количеством факторов внешнего воздействия. Скажем так, не риска, а внешнего воздействия. Итак, для того, чтобы приступить все-таки к изготовлению, вот у меня вот здесь лежит листочек, там что-то есть, какая-то публикация, я его немножко так вот замазал какими-то сосудами. Значит, вообще приготовление агаровых сред для выращивания грибов, если это касается каких-то лабораторных целей, то есть пересева мицелия для хранения и так дальше, это один вопрос. Но если этот вопрос касается практической деятельности, то есть нам нужно получить мицелий, который в дальнейшем будет нам давать максимальную урожайность, которую из него можно получить, то здесь вопрос получается очень и очень сложный и проблематичный. Начнем с того, что для того, чтобы сделать или приготовить агаровую среду, нам нужен будет агар. Вот я показываю... Ну, камера. Ну, фокусируем. Мне хотелось бы, чтобы это все-таки попало в фокус. Вот, попало. Мы будем использовать для изготовления сред для выращивания грибов все-таки бактериологический агар. Относительно теории вообще агаров и там других вопросов, чем вообще является агар. Агар является водорослью. 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 Ее где-то добывают, каким-то способом обрабатывают. В дальнейшем она нам позволяет получать гель из водной среды. Ну, скажем так, на химическом какой-то уровне. Ну, каждый знает, что такое, так, как бы пространственно вот это объяснить. Чем является холодец или является какое-то заливное. Вот приблизительно нам нужно приготовить вот такой же холодец, такое же заливное, но с целью дальнейшего выращивания мицелия на этой среде. Для этого я использую, ну, будем говорить о разных факторах, но я использую вот бактериологический агар-агар. Это водоросль, которая при попадании в жидкую среду, то есть водный раствор, она дает нам концентрацию, ну, правильная концентрация, она будет нам давать гелевую среду. Что можно еще добавить к этой информации? Значит, первый вопрос, который будет интересовать любого начинающего агаропроизводителя, какая концентрация должна быть вот агара в этой питательной среде. Значит, есть такой параметр, который бытует в интернете. Это не есть какой-то большой секрет, если внимательно посидеть в интернете, покопаться, хорошо разобраться в том, что в той информации, которая уже есть, можно найти правильной концентрации, и, в принципе, там каждый может это уже не заморачивать, и сделать каждый себе сам. Но, вот, например, я бы сказал такой риторический вопрос. Агар-агару рознь. Кто-то покупал у одного производителя, кто-то покупал у другого производителя. Я, вот, например, от тех стандартных концентраций, которые рекомендуют, ну, обычные такие вот соотношения агара, то есть, будьте внимательны, соотношение агара, то есть, для того, чтобы нам приготовить вот этот гелевый раствор правильной такой вот субстанции, я читал, ну, читал, узнал такую вот информацию, что такого вот агара, который вы видите сейчас на видео, его нужно 20 грамм на 1 литр жидкости. 20 грамм на 1 литр жидкости. Но, в процессе работы я определил один такой вот момент, когда 20 грамм агара на жидкость, она, ну, в результате получается довольно-таки твердая среда, которая, ну, проблема в чем заключается? Твердая среда, ну, твердая, она не твердая, она гелевая вот эта среда, но с ней возникает один вопрос, что в процессе дальнейшего хранения она очень быстро подсыхает. То есть, я пришел к выводу, вот с тем агаром, с которым я работаю, я применяю его в количестве 15 грамм на 1 литр приготовляемой среды. Она позволяет, позволяет приготовить более такой вот значимый, ну, значимый, более удобный для работы агаровые среды. С чем это связано? Связано это в первую очередь с тем, что любые агаровые среды, которые приготовлены, они сначала на первичном этапе отправляются на очень длительный период карантина. Карантина в плане того, что если были погрешности при изготовлении, а они неизбежны, это вы должны четко понимать, что приготовление этих сред, это не зависит ни от таланта производителя, лаборанта, это не зависит ни от чего, ни от условий даже лаборатории. Всегда есть один небольшой фактор, который может внести фатальные какие-то явления, которые наши агаровые среды превратят в ненужное вещество. Значит, для того, чтобы избежать вот этих негативных моментов, мы готовим вот эти агаровые среды, потом они после этого момента приготовления отправляются на очень длительный период инкубации. Что означают слова длительный период инкубации? Желательно, чтобы это было не менее двух недель. Почему две недели? То есть две недели это 14 дней. Это приблизительно является инкубационным периодом, для того, чтобы дать возможность не только вегетационным формам, которые находятся, которые попали в случае неправильного приготовления или в процессе изготовления вот этого агара, которые попали в среду. Этот период дает возможность даже спорам, которые попали в эту среду, за две недели они, в принципе, если они там есть, они должны дать тот рост других организмов, там, бактерий или грибов, или там других организмов, которые попали вот в эту среду, за приблизительно две недели они покажут свой результат. То есть питательная среда готовится, можно сказать так еще, провокационная. Она приготовлена таким образом, чтобы спровоцировать на рост те нежелательные моменты, которые в процессе приготовления могли попасть в саму среду. Поэтому после изготовления такой среды мы отправляем все среды, то есть пробирки, чашки Петри и другие формы хранения вот этой среды, мы отправляем их на инкубацию и это должно быть не менее двухнедельного срока. То есть на протяжении двух недель мы будем просто наблюдать. Если есть погрешности в приготовлении, там появится какой-то рост, который нам абсолютно не нужен и эти среды будут отбракованы. Те среды, которые кажутся стерильными, то есть стерильными на них не происходит постороннего какого-то роста, они будут использованы в дальнейшем для культивации тех мицеллярных материалов, которые мы будем в дальнейшем здесь производить. Или вы там у себя. Вот. И единственное, что радует, процесс очень сложный, технически очень сложный и требует очень множества больших навыков лабораторной работы, условий лаборатории, ламинарного шкафа и так дальше. И не претендую на обширность восприятия вот той информации, которая сейчас будет публицироваться в плане изготовления гаровых сред. Вопрос вообще очень сложный. Даже, не знаю, насколько вы там понимаете, насколько этот вопрос сложный. Вот. Но радует одно, что работа с этими средами, она имеет один конечный смысл. Эти среды, которые мы будем фактически у себя в лаборатории, это происходит где-то один раз в квартал. Мы приготовим какое-то количество агаровых сред, которые в дальнейшем засеваются мицеллярной культурой. И с этой культурой мы будем работать на протяжении уже следующего квартала. То есть, такие мероприятия, они нас обязывают производить их где-то один раз в квартал, для того, чтобы произвести достаточное количество мицеллярных культур. Фактически, выращивание самого мицеллярного агаровых культур довольно-таки примитивное. Это уже, можно сказать, что, ну как, архаика вообще вот этой деятельности намного больше и приемлемо, и показательно, и эффективнее выращивать и производить культуру на жидких средах. Но, ввиду технической сложности и финансовой сложности другого способа, этот способ довольно-таки развит и довольно-таки используется и вообще оправдан на начальных этапах формирования какой-то лаборатории на ваших предприятиях, где вы выращиваете грибы. И он позволит вам добиться одной такой вещи. Максимально снижать себестоимость той производимой продукции, которую вы производите на своих предприятиях.